МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, друзья, привет-привет. Завтра вебинар, это будет 12, а за сегодня 11 декабря. Мы в саду, который считается лучший сад в России по качеству прудов, по качеству саженцев. Сейчас перед нами идет Сергей и его помощник Андрей. Они будут калечить деревья. Самое удивительное, что я знаю, что он только сейчас нарезал сорт под названием Мичурин. Это уникальный сорт. Если первые урожаи были 30 грамм в среднем, потом долго-долго держались на уровне 30-40, потом бах, 100 грамм. Есть фотографии, есть фильмы. Дерево до сих пор одно. Все никак не размножим. Да попробуй размножь. Только в этом году не выдержали нервы. И я спилил 15 самых лучших, одновременно самых старших. Старыми нельзя назвать, 25-30 лет. Это не старость. Для того, чтобы освободить место. Вот видите, вот он, Мичуринский. Он у меня такой своеобразной формы раскидистая. А вот здесь вот были пани. Вот смотрите, где мы идем. Были пани. Ну, пани сейчас под этим, под снегом. Снега аж 3 сантиметра. Повторяю, сегодня 11 декабря. И вот это вот, знаете, что это было за дерево? 11 рекордсменов до 30 ведер. Это Серафим. Все, что от него осталось. Вот. Видите, вон там кучка. А вон там дальше, видите, еще. А вон там еще. Это освобождало место. Вот. До сих пор. Мичуринский, который вдруг сам себя селекционировал. Я и не пытался. Я с него брал черенки. Конечно, это влияло на размер плодов. Но не в такой же степени. С 30 до 100 роскошных плодов. Так. Но сегодняшняя тема другая. Сегодняшняя тема обрезка. Обрезка, обрезка. Ну и помните, я вам показывал, как я обрезал молодые деревья. Вот все, что я оставляю. Вот они, пенечки. Это страшно. Это жутко. Вот. Вот. Видите, что творится. Вот Сергей сегодня отрезал. Вот его следы. Смотрите, сколько обрезает. Смотрите, сколько оставляет. Это несколько черенков на развитие. Самые нижние, повторяю, это спящие почки. Вот они, в самом низу. А которые повыше, 2-3 почки, это на развитие. Потом, когда делаешь обрезку, у нас же все-таки фильм должен быть какой. Правильно, учебный. Давайте поищем примеры, когда я орезал в прошлом году. Или Сергей. Вот. Видите, обрезка. Вот она. А потом просулись две почки. И стало 2-2 ветки. Вот они. О! Ура! Сергей. Не дорезал. Вот это мне достанется. А я думал, все поотрезал. Нежадный. Я вон ту отрежу. Вот эти две отрежу. Вот эту отрежу. Вот эту. Вот эту. А я уже скольким людям отказал именно в этом сорте. Это уникальный сорт. Мне кажется, что... Да. А вот интересно, когда вы, вот, допустим, или не важно, вот это вот Сергей отрезал, он вырастет с этой веточки 2-3 саженца, а на них какие плоды будут. Или вы от меня получите черенки, раз он не дорезал, то зарежу я. Да, докалечу дерево. Я не скрываю. Вот видите, есть, что калечить. Есть. Вот. И получается так же. Вот видите, в прошлом году веточка была отрезана на прививку. И вот раз, два, три проснулись. Вот. Четыре. Четыре. Вот уже три из них Сергей отретил. Ну, а я вот эту отрежу. Да, не ожидал. Ну, потому что у него подвоев не так много и не такой же большой питомник, чтобы резать все подряд и в максимальном количестве. Сейчас я посмотрю, резал ли он вот этот вот. Это академик, это суперсорт. О, ё-моё. А, у него же там молодежь есть. Он резал молодежь. Это получается... Вы помните эти плоды 100-граммовые? Я в кино снимал. Стоял вот тут и снимал. Полюбуйтесь. Это всё вам достанется. Значит... Вот. Ну, я задрал цену. Почему? Нельзя. Вот, да. Я вот тут, смотрите. Ну, будем... Я же на половину крайне. Чуть ли не сказал хохол. Вот. Я считаю деньги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Порядка двадцати черенков. Умножим на 200 рублей. Я задрал цену на 200. Получается, 4 тысячи я мог бы на нём заработать. Но я очень надеюсь. Я режу сюда понемножку. Вот так, смотрите. Видите? Немножко отрезал и всё пока. Почему? Вот. Продам, чтобы потом весной не выбрасывать. Потом ещё подрежу. Пока стоит... Погода какая? Ровная-ровная. Двадцать днём. Тридцать ночью. Двадцать днём. Ну, бывает, двадцать пять днём. Ночью тридцать. Ночью тридцать двадцать пять. Уже целый месяц. Сегодня и вчера. Потепление. Ночью двадцать пять. Сейчас днём пятнадцать. Вот. Но потепление кончается завтра. И те же обещают, правда, потеплее. Двадцать пять-двадцать семь. Вот такая ровная зима. Она совершенно не вредит дереву. Вот. Кстати, видите? Вот это дерево. Черники не срезал и не срежу. Там на нём написано. Персиковый абрикос. Привожу с Украины. Мать. Плоды двадцать грамм. Ну, хоть застрелись. Но я ещё надежде. Это называется селекция, как и в случае с Мичуринском. Мичуринским. Тот увеличился с тридцать до ста. Теперь мне за счёт нескольких поколений, вот это всего лишь второе поколение, мне нужно тоже увеличивать. Сколько это будет продолжаться? Может, жизни не хватит. Может, уже сейчас будет пятьдесят-шестьдесят. Но надежда-то была. Бог знает, какая. А вот это дерево Пётр Великий привёз с Украины. Плоды не влазили в трёхлитровую банку. Можете представить себе размер плодов, которые не влазят? У меня влезли 40 грамм. А одну веточку приехал ко мне этот самый, царство его небесное, тогда он был жив-здоров, Бодрый Борис Осипович. И тогда, тогда я ему подарил ветку Петра Великого. Он, значит, много лет я не спрашивал судьбу, когда узнал, он мне бах, тарелку, а на ней 80-граммовая лежат. Я схватился за голову. Теперь я у него выпросил веточку. Что будет, посмотрим. Ну, 80 грамм это не 200, не 150, как это самое. Те были из банки. Обмануть меня не могли. Это были родственники. Вон оно дерево режь. Это Херсонская область, Береславский район. А вот. А вот грустно подходим. Я не знаю, что тут Сергей забыл. Сейчас он будет, наверное, фаину резать. Фаину ищешь, да? Ясно. А вот это есть те самые 15, это, еще часть, вот это вот дров. Это те самые 15 спиленных мною манджурских абрикосов. Манджурских и сыновей манджурцев. Под раздачу попали две культурные, потому что они просто, деревья от урожая рухнули так, что ничего не осталось вообще. Вот что было, то было. Вот. Видите? Вот она. Но, друзья мои, вы присутствуете в настоящем маточном саду. Самый настоящий. Таких садов на всю Россию наберется не больше десятка. Вот. Калечим страшно. Ладно, вот он, видите, сейчас он замазывает лакмастика Далматова. Далматов мой друг, и вы представляете, стал бы я ту-хту сам использовать, и стал бы я рекламировать какую-нибудь халтуру. Нет, лакмастика выдающаяся вещь. Вот. Другое дело, не везде достанешь. Вот и получается. Маточные деревья живут меньше, чем надо бы. Вон она, вон она, вон она, вон она, работа. Попробуйте замазать. Нет, никак. Крыльев у нас нету. Вот. А потом случается следующее. Вот этому дереву, так, это лет, я прикупил этот участок, кусочек, где-то лет 10-12. Посмотрите. Бесконечные обрезки. Смотрите, все кончается. Видите? Вот. Вот и получается. Имеешь маточные деревья. Их надо все время подсаживать и подсаживать. Век у них уже получается. Манжурцы почему те дожили до 30 лет, которые прежде чем я их спилил? Да по одной простой причине. С них ветки не брали. Вот этих веток короче. Дай бог, доживут до 20 лет. И уже, вот так как здесь, уже готовится замена. Так, ну что, посмотрели, что такое матерский сад? А теперь у меня завтра вебинар. Я еще несколько фотографий сделал прямо с экрана. Вот. Там красивейшие фотографии нарисованы или это, сфотографированы якобы колновидные персики, колновидные нектарины, колновидные груши, колновидные абрикосы. Все это вранье чистейшее. На свете нет ни одного колновидной груши, абрикоса, персика, нектарина, сливы, вишни. Ни одного нет в природе. Их не существует. Вот. Но сделал удачный снимок ряс на ветке, выпрямив ее, прямо на экране. Вот. По принципу нарисуем, будем жить. Вот. Все это, к сожалению, друзья, наша действительность. Если 150 плодопиток, больше, мы только с виноградовым досчитали до 150, который меня научил разоблачать всю эту херню. Вот. Только тогда, только тогда, до меня дошло масштаб, гигантский масштаб. А потом кто-то из моих друзей, кажется, тоже виноградов. Кто-то взял и написал в эту, то ли в прокуратуру, то ли в самую высшую степень МВД. Вот. С просьбой разобраться с этим гигантским этим мошенничеством. Гигантским, немыслимым. Спускали, спускали, спускали. Вы поверите, что ко мне пришел участковый и принес копию того заявления. Участковый должен решать проблему, которую не решили все. Сколько у нас? Около сотни субъектов. Где, ну, может быть, кроме Нориска и Воркуты, ну, еще, ну, еще, может, Турханска и Якутска, где это не имеет значения. Вся остальная Россия, 80 или 90 регионов, везде мошенничество, все заполнено враньем, бесконечным. Или хорошие саженцы, но все до единого замерзнут. Или такая дерьмо, что на них смотреть противно, я об этом рассказывал. Завтра будет очередной 213-й вебинар. Вот такая история. Вот такая история. Вот. Вы присутствуете в редчайшем матовщем саду. В редчайшем. Че, подсказать, че надо? Подсказать че-нибудь? Бай. Ну, бай-то вот он рядом, но если на нем ветки, надо глядеть и идти сюда. Я на него давно не глядел. Не. Самое обидное. Вот в нижней части, видишь, слева пошла ветка. Это подвойный манчжуриц. На нем есть. Эх, жалко это манчжуриц. Погоди, сейчас все вспомним. А, так погоди ты, это самое. Вон туда, туда, туда. Вот. Андрей не дошел до бая. Пошли. Ладно. Вот так вот мы и это. Нет, говорят, когда большую обрезку делаешь, плоды крупнее. Да, да, крупнее. Вот. Только деревья долго не живут. Ой. Так. Тут срезать нечего. Тут. Е-мое. Да шо это такое? Переросли. Тоже нету. Андрей, здесь нету. Вот видите деревья, да? Еще достаточно молодое дерево. Ну, ему 20 лет где-то. Что вы думаете? Из этой дикой засухи ни одной ветки нет. Не приросло. Мы специально делаем обрезку. Видите, вот такую. Нам просто деваться некуда. Мы калечим деревья. Вот отрезано. Это не потому, что они сухие. Вот отрезано. Вот отрезано. И вот неблагодарное дерево. Вместо того, чтобы дать приросты прямо тут. Вот из этой дикой засухи. А они взяли вот тут вот. Снизу пошли. Видите? А это уже подвойная часть. Кара светлая. Это уже манчжурица. Ну, если честно говорить, то манчжурица вон он. Вот. А это сын манчжурица. Субтитры сделал DimaTorzok